Вечер добрый! Слушаете вы, надеюсь, обычным для вас образом радиостанцию «Свое радио» с понедельника по пятницу. Сегодня, напоминаю, пятница, как говорят на Западе, уикенды, а мы говорим преддверие выходных. Программа живая, с 8 до 10, 2 часа мы в студии знакомим вас, ну или радуем уже известными вам музыкантами. Сегодня ситуация, я полагаю, двоякая. Кто-то у вас коллектив, тот, который он сегодня знает хорошо, кто-то не очень. Кого-то мы будем с вами, ребятки, знакомить сегодня, а кого-то радовать не лишний раз вашей замечательной музыкой и стилистикой, которую вы проповедуете. Прежде чем мы начнем разговор, я познакомлю вас с каждым из них индивидуально, ну и, понятное дело, назову коллектив, его название произнесу. Надо что-то сыграть для того, чтобы сделать некую музыкальную заявку, и все те, кто не в курсе того, что играет эта замечательная команда, делают для себя вывод, надо ли им оставаться с нами на целых два часа, или не надо. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! 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 Как по улице Варваринской пробежал мужик Комаринской Ах ты, сукин сын Комаринский, мужик разделся по улице бежит Да и где же это видано, в каком свете это слыхано У нас курица барана родила, кочерёшка яиц нанесла По милоту рассекалась я, по лавочкам разбегалась я А без руки-то яйца покрал, голопузам у запазу упакал А слепой-то всё подклёгивал, а глухой-то всё подслушивал А немой караул закричал, а без ноги в догонку побежал Ой, матушка, разбой, разбой, государь, нет пивной, пивной Да и был я на том оконце, да и бил я длинно в корце Да и спал я на подушечке, целовай меня душечкой Всё душечки-машечки, подарили мне бумажечки А бумажечки готовенькие, 25-рублёнкие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, собственно говоря, это то, что мы сегодня с вами будем слушать Но не только это, безусловно, и только одно из их произведений, сыгранное прямо сейчас Само собой рассчитываем на полную сатисфакцию и полное удовольствие Которое грядёт впереди немножечко Атавайо, так называется этот замечательнейший коллектив музыкантов Я сейчас, кстати, не даже в костюмах Тех, в которых они выступают обычно на сцене, поэтому смотрите картинку Итак, поедемте по списку, который у меня имеет место быть Дмитрий Шахардин, вокал Скрипка Надо бы хотя бы раз за эфир подойти к микрофону Вот к этому, да, для того, чтобы было слышно просто, скажем Это я Добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Человек в кепке Их тут много в кепках Значит, Пётр... Это не кепка, это картуз Прости Прости Я, да, я те годы как-то не застал Причём этот картуз, он очень знаменательный Подарили мне его череповецкие бузники Кто это? Подарили не тебе его, а нам его Подарили группе Атаваё, но картуз подошёл только мне Понятно То есть у бузников головы, извини, небольшие? Нет, это они просто, видимо, подумали, что у музыкантов головы небольшие А кто такие бузники? Объясни, пожалуйста Бузники? Да Может быть, Алёша объяснит? Хорошо, ладно, меняемся Тогда по списку я иду дальше Пётр Сергеев, большой барабан, перкуссия Никак не получится подойти, да? Очень хотелось бы барабан разглядеть-то У нас сегодня барабанную установку пустует Здесь свой барабан Причём какой барабан, да с какой перкуссией Да тоже в кепке уже не картуз Да, вот тут кепка как раз Тоже от гузников, что ли? Нет Магазинная? Да Хорошо Алексей Белкин, вокал, гусли, духовые инструменты Причём гусли реальные, ребятки мои Настоящие А можно сейчас сразу их показать в картинку Вместе с собой? Вот они, гусли Гусельки Гусельки, конечно, видно Да ещё и старенькие гусельки, судя по всему-то Ну, им лет 10, наверное Да не надо так Говорили 102 года От Рождества Христова 102 года Гусли раритетные Гусли бабушкинские, дедушкинские Очень дорогие гусли И не только по цене, естественно Которую можно за них вывалить Но и по духовному их внутреннему наполнению Значит, идём дальше Алексей Скосырев Гитара, вокал Ну, хотя бы, да Хотя бы разочек Это я Замечательно Доброго здоровья Добренького здоровьица Здрасте Я сейчас буду как Малахов старший Добренького здоровьица вам Да, здравствуйте Вы все с собой Как это? Подорожничку взяли-то, если что Вдруг Приложить куда? Он любит прикладывать Это я не про себя сейчас Значит, Тимур Сегидин Бас-гитара Тимур, можно? Добрый вечер Добрый вечер Бас-гитара тоже необычная Бас-гитара такая Древняя-деревенская Древняя-деревенская гитара Лет 200, наверное, гитарь-то От Рождества-то Не меньше Не меньше, да Судя по всему, раритетный инструмент Кстати, у них у всех инструменты удивительные Просто удивительные Ну, и ещё один удивительный инструмент Это скрипка Ну, и вокал, естественно, коллектива Юлия Усова Сейчас должны быть бурнейшие аплодисменты Я объясню Это она Я объясню, почему Просто у нас среди наших постоянных слушателей Есть очень важный персонаж Юлия Усова Полная тёзка, получается Если она сейчас здесь Да, мне уже рассказали Да, вот она сейчас здесь Я думаю, что порадуется она вместе с нами Вы ещё одного человека Мне не вписали Ваш звукорежиссёр Который сегодня, собственно, за пультом Как его звать, увеличать-то? Можно к микрофону попросить человека? Лёв, давай Как? Каль? Павлик Павлик Здравствуйте Морозов тот, который Упаси Господи Слава Богу Но Павлик Фамилия-то какая? Карпенков Павел Карпенков Вот сегодня Павел Карпенков За звукорежиссёрским пультом Наш Сергей Горев Активно помогает ему Отстраивать звук В общем, сегодня В четыре руки В двадцать пальцев Вот это и есть группа От АВАЁ Питерский коллектив Правильно? Вас надо так именовать Питерский коллектив И что касается Вашего приезда в Москву Тоже надо поговорить Об этом будет подробнее Прежде чем мы двинемся с вами В наших собеседованиях Я напомню аудитории Как с нами связываться 4647 Это короткий номер Для смс-сообщений 4647 Пишите сначала свои Делайте пробел А дальше уже и вопросы ваши И эмоции И впечатления В общем, всё, что хотели бы Адресовать коллективу Группа ВКонтакте Официальная группа Там анонс давно уже выложен Под фотографией Собственно, можно Всё, что угодно писать В самом тексте анонса Группа от АВАЁ Выделена синим Значит, активная ссылка Клика и оказывайте У них в сообществе Видео Тоже важный момент Зайдите на сайт, пожалуйста Своего радио Своерадио.фм Сверху увидите плеер В котором слева Онлайн-аудио Это чтобы слушать Справа онлайн-видео Показывайте с картинки Нам её предоставляет Планета.ру И там, кроме картинки Есть чат, в котором Тоже можно что-либо писать Собственно, всё Всё, что касается Возможности с нами Связи Как называлось первое Ваше произведение? Первое произведение Называлось Камаринское Камаринское Да, такой наигрыш Песня Мы сделали свою версию Потому что Куплетов на этот наигрыш Миллион Это нормально Если кто-то считает Что-то они спели Не те куплеты Это означает Что это просто наше видение И это как бы Первая песня, кстати С нашего Предыдущего альбома Которая называется Что за песня Собственно, всё Кстати, говорят, что Если не ошибаюсь Достоевский В одном из своих произведений Писал, что О вас? Нет, о Камаринской Он писал о том, что Вот человек, который Слушает эту композицию И хуже того любит Это просто очень Вообще Верх невежества И не дай бог Вот так что Но мы не верим Достоевскому Ну, можно верить Можно не верить Композиция существует Независимо от желания Это да Это безусловно Давайте-ка, наверное Мы ещё что-нибудь сыграем Привлекаем внимание аудитории А потом уже будем Говорить о вас Более подробно Качественно Ну, чтобы Как бы, да Ввести людей Вообще в курс дела Что здесь происходит Немногие вообще знают Что такое фольклор И мы, конечно Ни в коем случае Не аутентичный фольклор Не этнографический Скажем так Это что-то вот Что-то, нечто современное Но на основе фольклора И следующая композиция Это, в принципе, даже С одной стороны Вроде бы она авторская Мы её сами придумали Но использовали народную песню И получилось Что-то такое совсем непонятное Чего мы дали название Русская готическая R&B Подождите секунду Авторская Но Но При этом Песня народная Да Песня народная Музыка авторская То есть вы изувечили Там стихи народные Изувечили народную песню Сначала мы сочинили музыку Потом подумали Чего-то не хватает И вот эта вишенка на торте Кстати, из сборника, если не ошибаюсь Петра Ильича Чайковского Или Римского Корсакова Не помню точно Так, ну вот Чем дальше влез Тем партизану толще Становится всё интереснее Мне кажется Итак, как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Оттава Йо Удивительный, уникальный коллектив И очень надеюсь Что любви вашей Я сейчас обращаюсь к аудитории Сегодня К этому коллективу будет множество Поехали Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» «Симон» «Симон «Симон» Чтоб не взяли вас, солдаты, не убили на войне К вас, солдатики, поедут На три года на войну На кого же я оставлю, Чернобровою мою Город Рига, город Рига Рига славный городок Так какой же я вояк, а мне семнадцатый годок Стали листики валиться, стала осень приходить Прикруто стали стальяночкой по улице ходить Стали листики валиться, стала осень приходить Прикруто стали стальяночкой по улице ходить Шила я, краила я, кисетик из-за лоскутника Любила я, гуляла я с парнем из рекрутика Расхорошенький ты мой, ведь я ж не виноватая Разлучила нас с тобой, сладачена, проклятая Милый посоленький день гуляет На лошадке вороной Повезут его в солдаты на машине паровой Силы мой моя утеха Я люблю, а ты уехал Ты уехал воевать, меня оставила горевать На вагзале, где фонарики остались огореть Дружка в солдатике угнали, ей осталось о ревень На вагзале, где фонарики остались огореть Дружка в солдатики угнали, я встала всё время. Что ж ты, милка, по мне плачешь, а ли я тебе родной? Как хороший мне не плакать, оставляешь сиротой. Ой, ты, маменька родная, куда деньги бережёшь? Мать заплакала, сказала, во солдаты, сын, пойдёшь. Ах ты, писарь, чёрт усатый, записал меня в солдаты. К девятнадцати годам я в солдатушки попал. Распроклятая война, что она наделала? Сколько девок, сколько баб сиротами сделала? Ах ты, милая моя, начинается война. На войну меня угонят, и останешься одна. Ах ты, милая моя, начинается война На войну меня уводят, ты останешься одна Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спрашивал, нет ли у вас каверов на какие-то известные песни Имею в виду песни, может быть, из российского репертуара Каких-нибудь исполнителей Потому что в вашем исполнении это могло бы прозвучать совсем оригинально Ну, каверов именно как каверов Я бы сказал, что нет, но есть песни, почти, да Но есть песни, которые все-таки с такой определенной тяжкой Можно назвать каверами Да, мы исполняем песню «Кадриль» Мы исполняем «Лезгинку» Лезгинку? Да, мы исполняем «Лезгинку» Подожди, стоп, стоп А, круть совершай шарф голубой Да, да, ну Да Вот черт, то ли «Лезгинку», то ли шарф попросить Ну Что вам ближе? Лучше шарф Да, как-то вот сейчас вот такое «Лезгинка» она как бы из такого вот Ну, все хорошо, вот здесь, мне кажется, по-моему, почему-то Просто у нас сейчас будет презентация еще одного инструмента Мы им пользуемся только на концертах И сейчас, по-моему, будет впервые, когда это произойдет на радио А что за инструмент? Дима обиделся, пока, Дима Да, ну, без него справитесь, я надеюсь Да, да, справимся сейчас Он принесет специальный инструмент, который нужен для этой песни Значит, песня «Крутится, верится шарф голубой» Заостряю внимание именно шарф, не шарф Потому что велись долгие баталии Мы, Василий, предпочитаем петь шарф Потому что в этом, ну, как-то это более романтично, что ли Как и у нас есть один из эфирных слоганов В ноту со временем Тоже обыграли А, я понял, да Вот я теперь понял, о каком инструменте, собственно, шла речь Мегафоном это называется Я сейчас говорю не о телефонном операторе сотовой связи А о нормальном Просто лесгинку Вы же здесь сидите, вот у вас здесь рабочее место Лесгинку перед сидячими людьми В общем, ну, что ее играть? Ну, в общем, да, я согласен Но перед лежачими так тем паче Поэтому, да, поэтому лучше как-то, наверное Давайте про шарф Просили кавер Смотрите, как они лихо откликаются на все Сразу, вот никаких сомнений в глазах нет С радостью С радостью, это же здорово Итак, готовы? Как всегда, живой звук Программа «Живые» Здесь сегодня группа «Отавайо» Поехали И волыночка сразу «Отавайо» Крутится, вертится, жар в голову Крутится, вертится над головой Крутится, вертится, хочет упасть Кавалер барышня, хочет украсть Где-то улица, где-то дом Где-то барышня, что я влюблен Вот эта улица, вот эта дом Вот эта барышня, что я влюблен Субтитры подогнал «Симон» Крутится, вертится, жар в головой Крутится, вертится над головой Крутится, вертится, хочет упасть Кавалер барышня, хочет украсть Где-то улица, где-то дом Где-то барышня, что я влюблен Вот эта улица, вот эта дом Вот эта барышня, что я влюблен ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, браво! Как же это изысканно, так чёрт возьми! Потрясающий совершенно эффект с этим мегафоном. Он даёт, конечно, красивость такой заезженной пластиночки. Очень круто. Очень круто. Кстати, а кто... Ну, такой глупый вопрос может быть. Но кто делает аранжировки? Вы все вместе собираетесь на репетициях, и каждый делает свой... Как бы вклад выносит определённый. Всё, как раньше в деревнях, на самом деле. Никто же там аранжировок никаких не делал. Вот собирались они, вот и пели песни свои. И всё, и всё с каждым... Понятно, что делать. В деревнях человек гармонист в картузе и с цветочком, и фигачит, и тётки поют. А тут-то куча инструментов. Это не всегда так было. Куча инструментов. До того, как гармонь-то завезли. Чего? До этого и на скрипках играли, и на сопелках, и на дуделках, на всяких. Семён про то говорит, что они играли, но ни на что не претендовали. Мы же претендуете. Вы же претендуете, конечно. А-а-а, я прослышал это. Конечно. Как ты меня хорошо понимаешь. Вот как-то это почувствовал. Не, ну, естественно, мы собираемся, делаем аранжировки совместно. И я считаю, что это вот наше ноу-хау. Понятно, что мы не единственные, кто так делает, но наше ноу-хау, то, чем мы, наверное, хороши, тем, что у нас нет одного конкретного композитора, который говорит, значит, так, ты играешь здесь так, ты пропищишь на высокой струне, а ты что-нибудь там... Каждый даёт то, что может дать. И получается... Спасибо, Алёша. Это было вовремя. Да. И получается что-то вот такое, что вроде бы больше ни у кого так не получается. Подожди, давай попробуем сейчас ещё разочек. А если я... Ну, где звук-то? Пропищи на высокой струне. А если я... Да, скажу. Очень хорошо. Я теперь знаю, у нас штатный пикальчик, может быть. У тебя как сработает? У тебя всё в порядке сработает? По будням можешь приходить сюда, периодически? Может, может. А то... Может сигналы точного времени, вот, может, тоже... В Петропавловске и Камчатском до сих пор, в общем, по-прежнему... До сих пор полночь. 4647 — это короткий номер для ваших смс-ок. Сначала пишите свои, пробел, потом уже всё же хотели бы сказать в адрес коллектива. Это могут быть и вопросы, эмоции, и впечатления. Сегодня сплошные впечатления, вопросов мало. Какой-то особенный звук у скрипки. Можно ли узнать, что конкретно за инструмент, спрашивает Максим Зверев. Так, скрипок тут две. Ну, давайте о какой-нибудь из них. Можете об обеих сразу. Ну, вот у Юлии Усовой у неё скрипка абсолютно нормальная. В общем, фуфло. Хорошо сказал. Не, а почему? Да ладно, ладно. Как раз наоборот. Хорошая скрипка, да. А у тебя? Ненормальная чем? У меня ненормальная тем, что она, в принципе, то есть это, по большому счёту, прототип скрипки, как она вот у Юлии. Вот у Юлии это уже современная модификация, у меня это средневековая модификация. Она точно такая же, только другая. Подожди, подожди. Средневековая. Я так понимаю, на ней пять струн, что ли? Но там, на самом деле, это, да, фантазия, было и пять струн, и четыре, и три, у кого сколько было. И колок, колки другие, и гриф другой. Ну, колки другие, да, да. Всё немножко другое. И выглядит она больше похоже на гитару, да? Ну, только маленькая. По округлости, так сказать. Только маленькая. Маленькая гитарка. Это специальный какой-то инструмент заказной, что ли? Да, 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 конечно. Я заказал мастеру, который там старинными инструментами занимался вот именно. То есть это прототип старинной скрипки? Да, да. Вот, наверное, поэтому и звук у него необычный немножко. Но, скорее, это не прототип старинной скрипки, а это старинная скрипка, которая является прототипом скрипки современной. Покажи, продемонстрируй. Дима, будешь продемонстрируй? Давай, давай, покажи этот звук. Ещё вот хотел обратить внимание, что вот, Юля, вот покажи, как ты играешь. Вот сейчас посмотрим, как Юля. Да, он играет, представляя скрипку не в подбородок, а в подмышку. Да, вот это классическая постановка академическая, да, правильно. У Димы деревенская подмышка, но сами мы предпочитаем от сердца. Ах, вот как, да, в сердце воткнул скрипку, да, давай. Покажи, как она звучит. Не знаю, что же сыграть. Да что-нибудь. А, свой любимый. Я думал, любимый, потому что бесконечный. Спасибо тебе огромное. Звучание мы услышали, правда, очень необычно звучит. Дима, просто профессионал, потом бесконечную мелодию умеет остановить. Браво. Что дальше будет по вашему трек-листу? Что запланировали? Не, не, не дворника. Давай серьёзную песню. Кстати, а дворника просили тут. Дворника мы сыграем, но чуть попозже. Хорошо. Всё дело в том, что у каждой группы есть проблема, ну не проблема, а насущная необходимость в поиске материала. И мы, несмотря на то, что мы народная группа, играем народные песни, всё равно мы ищем материал. Мы стараемся находить песни какие-то всё-таки не очень заезженные. И вот следующая песня, ну мне кажется, что нам повезло, что нам удалось её найти. Какой-то сборник в интернете. Ну сейчас всё в интернете есть. Песня называется «Что за песня?» Так. Что за песня? Что за песня? Стал ещё текст. О, классный текст. Стали играть музыку. Классная музыка. Сделали аранжировку, и как-то вот, мне кажется, получилось. Песня, кстати, из нашего видеоклипа, которую тоже, может быть, посмотреть. Тимур, как там, ты расскажи, вот у тебя друг к другу пришёл, мы просто выпустили альбом с этой песней. Расскажи, пожалуйста, хорошая история, мы договорились. Да, давай идём. Тимур Сегидин, баст гитарист. Была такая история, это правда, ко мне пришёл мой друг. А я ему говорю, Андрей, да. Говорю, Андрей, вот мы новый диск выпустили. А что за песня? Говорю, что за песня? Так. Ну, так называется наш новый диск. Ну, понятно, да. Ну, так вот мы, он и пытался у меня спросить, что за песня. Как вас зовут? Как вас зовут? А вас. А вас. А вас. Нет, я а вас. А вас. Адацент, собственно. Адацент был тупой. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа от АВАЮ. Поехали. Адацент. Адацент. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Насколько я понимаю Я не ожидал, что там есть еще и рабочий барабан А можно сейчас, вот выйди пожалуйста Все-таки я должен показать этот инструмент Вернее как, мы должны его показать Потому что для меня сегодня абсолютное открытие Никогда вот подобной штуковины я еще не видел Средневековая скрипка, это замечательно Бас, который ни на что не похож Это еще интереснее Гусли, волынка и вот такой вот барабан Дальше не можешь Жалко, но в картинке видно Это тоже какая-то специально заказная история Или это, что называется Конвирное производство музыкальное Ну В принципе это фольклорный барабан Можно сказать, что Бухало по-украински Ну бухало, бочка, бочка, да Ударь Бочка, тарелка Это понятно, вот это для меня привычная история Большой барабан, ну то есть Есть еще больше А там бьют палочкой с наконечником С таким ватным Фетровым, да У меня такая есть Да, бьют по барабану И потом сверху по тарелке Ладно, прицепить на него можно И вот эту вот оранжевую в цвет студии Спасибо Как эта штука называется, забывайся Темплблок по-английски По-русски коробочка мы называем Давай коробочка Темплблок Темплблок, коробочка Тем более, что в русской традиции Есть такой пастуший барабан Это когда деревяшка, а внутри прорезь резонирующая И поэтому на ней играет пастуший барабан Согласен Но вдруг неожиданно в этой песне Начал звучать рабочий барабан Я стал оглядываться, не понимая ничего А он, собственно, у тебя тоже Вот там вот с краешку Электроника идет Это электронный уже Абсолютно нормальное звучание Рабочего барабана в барабанной установке А что еще умеет эта штуковина Кроме того, что она выдает звуки Рабочего барабана, к примеру Какой еще? На машинке умеет вышивать Это понятно, да Это понятно Нет, но только рабочий получается Но можно настроить его Но не только рабочий получается Он как в томике может звучать На самом деле, вся группа звучит через этот барабан Я знаю А мы только делаем вид Мы к этому подойдем Я просто пока интригу храню Я пока храню интригу Я знаю, что там есть одна специальная красная кнопка На которую нажав, в принципе, можно делать вид Но, тем не менее, красивая история Я такого еще просто не видел Поэтому попросил выйти, чтобы народ тоже на это посмотрел Спасибо большое В этот момент, в принципе, конечно Это надо было дать слово Нашему звукорежиссеру Паулу Карпенкову Либо Тиму Рассегину Все дело в том, что Мы долгое время играли Акустическим звуком И были проблемы Потому что это, в принципе, обычный том И не всегда возможно было Вырулить тот звук, который нужен Но идет, собственно, НТР И поэтому сейчас есть Так называемый Модульный триггер Есть возможность поставить Такую штучку Которую при этом Ты играешь сам по инструменту Но он дает звук Тот, который тебе надо Вот, собственно, такое нововведение Это Тимур предложил Такое нам закупить Ну, триггер — это такая штуковина Объясняю людям Которые даже на табуретку Прицепив И стукая по табуретке, например Скалкой Можно извлекать звуки А-ля профессиональные звуки Бочки, рабочего Мы над Петей иногда даже так подшучиваем Что, Петя, давай уже поставь все триггеры И будешь вот-вот Да, будет звучать разударная установка Жест вниз был зря Потому что место неударное А вот на плечи, например, на груди Можно было бы себе триггерочков-то Почему? По коленкам похлопать По коленкам Вот это все Ну, не так низко он показывал Поэтому я вижу, что это место неударное Туда лучше триггер не ставить А то, знаешь, привыкнут Давайте дальше будем петь чего-нибудь Я хотел поговорить немножко Ну, сейчас заявочку такую дам Я знаю, что вы дважды побеждали В международной номинации Как я понимаю Это специальные ресурсы, я так понимаю Интернетовских, да? World Music Network, как я понимаю, да? Дважды ваш клип Или клипы? Клипы, ну, два разных клипа Даже, точнее, три клипа Так получилось Английская Не знаю Английский веб-сайт Эти люди, которые Это люди, которые Есть такие сборники Rough Guides Rough Guides to Italy Ну, то есть сборник По народной музыке разных стран И вот они решили сделать видеочарт Оказывается, достаточно много Видеоклипов выходит В мире World Music И они каким-то образом Увидели наш видеоклип Про Ивана Грув Им настолько понравилось Что раз У нас на первое место В 2012 году, по-моему Потом мы выпустили клип Дворник Уже на второе место И сейчас вышла Суменска И они как-то опять нас Вот То есть им просто понравилось Я не знаю, насколько он там Как Тут есть жюри какой-то Или еще что-то Но факт остается фактом Ну, явно кто-то там Жюри Да, ну, какой-то Звездочка на фюзеляже У нас есть, короче Круто И, кстати, я знаю Про клип Суменска Если я правильно помню За пару месяцев Он набрал больше полутора миллионов Просмотров Ну, вот сейчас будет На днях уже будет полтора миллиона Как раз, надеюсь, там Отмечено Так, сегодня у нас в студии Друзья мои, суперпопулярная группа От АВАЁ И вы должны понимать Это звезды первой величины Причем на международном уровне Я сейчас говорю без иронии По этому поводу Это действительно так Как будет называться Следующее произведение? Что это будет за песня? Ну, вот я сейчас Диму сдам Однажды Очередной раз Однажды я спал И в три часа ночи У меня был в то время Автоответчик И в три часа ночи я слышу Белкин, сними трубку Сними трубку, Белкин Диме пришла какая-то мысль Короче, дома Он решил со мной поделиться Я трубку не снял Выяснилось потом Что, оказывается Он захотел Чтобы мы спели одну песню Как раз его следующую Это колыбельная Наверное, поэтому в три часа ночи А, и поэтому и звонил в три часа ночи Интересно, что Вот Диме пришла идея Это как раз тот был случай Когда от него пошла Собственно, мысль Это бывает нечасто, я так понимаю Это бывает часто и нечасто Сложно сказать В общем, он предложил Давай сделаем колыбельную Но используем бретонский мотив Британия — это кельтская провинция Франции Там есть прекрасная мелодия Которая действительно Как-то так звучит по-колыбельному Мы сделали эту аранжировку Записали Издали на альбоме «Жили-были» Прошло несколько лет И мы решили переделать Записали за оно Уже по-другому Издали на альбоме «Что за песня» А сколько за альбомов-то у вас? Четыре Четыре Ну это тоже на всякий случай Люди спрашивают просто Если уж скачивать, то все Так Готовы? Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Группа «Отава Йо» Запоминайте, пожалуйста Название этого коллектива Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иванушка Иванушка-Рачик По вершкам лазит Рыбку хваталая Ульянушки носит Ульянушка сирица Ест рыбку с пирицей Сидит барин на таку Кричит барин за сяку Утресахи пашу Четвертая барана Ее мать продала Недорого взяла Тяпку нападыку Курочку хохватай Курочка хохватай Да, сидит на паличке Субтитры создавал DimaTorzok Курочка хохватай Сидит на паличке Сидит на паличке Считая яички Раз, два, три, четыре Меня грамоте учили Не читать, не писать Только в куколке играть Я куколку разорила Меня маменька побила Баба-баба на свинье Баба-байка на стяне Баба-балычка упала Свинью по гораму попала А папашу по спине Чтоб не ездил на свинье Баба-байка 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 на свинье Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» — Покажите, пожалуйста, в ближайшее время, где вы, с кем вы, куда вы, где вас можно услышать живьём, потому что наверняка на сцене вы более раскрепещены, чем сейчас в студии, да? — Ну, как вы понимаете, что петербургская группа не просто так оказалась в Москве. — Не, не понимаем, бывает, специально приезжают на интервью. — Не-не, понятно, что естественно, но мы из Питера, мы не очень богатые, поэтому нам приходится приезжать, подгадывать под концерт. — Поэтому у нас завтра, завтра будет большой концерт в клубе «Бруклин». Это метро «Баррикадная», ребята, не помните? — Я не помню, где «Бруклин». — Да, метро «Баррикадная». В общем, можно посмотреть у нас в ВКонтакте, в группе или на сайте. Будет большой концерт, и вроде бы там как-то вот уже собирается хорошая компания, так что приходите обязательно завтра в 20.00. В 7 часов открывается зал, и в 8 начнём. — Бруклин завтра, это суббота, в 8 вечера начало лучше подходить к семье. — Да, чтобы занять места по комфортнее. — А в Питере? — В Питере, вы знаете, ближайший концерт, ну такой большой концерт, концерт будет день рождения группы как раз-таки, и более того, концерт-съёмка. Будем снимать хорошее видео концертное 22 мая в главклубе. У вас есть главклуб, у нас есть главклуб. — И у вас есть главклуб. — Да, и вот мы будем играть 22 мая, так что приезжайте в гости. — Спасибо. А это что ты в руках вертишь, скажи мне? — Это такой ключик, с ним вот смешная история была в Латвии. Это ключ для гуслей, чтобы настраивать гусли, да, там менять. Должны играть концерт «День города Цессис» в прошлом году. Всё, саундчек идёт, раз. Я положил его там, куда-то пошёл, возвращаюсь. Нет ключа. А без него тут пальцами сложим, а там туго достаточно. А там какой-то, извиняюсь, алкаш какой-то ходил, и он там что-то, слушай, я там хочу поздравить там свою жену. — Парень, не до тебя. — Дай микрофон, дай микрофон такой, дай микрофон. Включен микрофон. — Не до тебя, попозже, попозже, давай. И ушёл. И раз такой, думаю, блин, обиделся парень. Спер. Ну всё уже там, уже там какие-то фольклористы. Говорю, парни, нет ключа без него, не могу играть в концерт. Через 20 минут звукорежиссёр проходит. Слушай, а это вот эта деревянная штука. — Проходил, понимаешь, звукорежиссёр. Ой, какая-то штука прикольная. Взял и пошёл, понимаешь? — Ну так звукорежиссёр, он всё собирается со сцены лишняя. — Причём ключ для гуслей. — Понятно, я думаю, вот какой-нибудь инструмент, на котором ты тоже поиграешь немножко. Ну что, я уж не удивлюсь ничему. Любая деревяшка в руках этих музыкантов может оказаться инструментом. Чего такое? — Горник. — Так, а сейчас мы возьмём другие железки у нас есть. — Железки есть? — Давай, эти железки. Ну как раз народ-то и просил эту песню. Я подслушал. А это у нас уже бывало как-то в студии. У этого есть очень смешное, ну такое название. — Да, название этого инструмента «Казу». Но вряд ли у вас был оркестр казуистов. — Нет, казуистического оркестра у нас не было. У нас этот инструмент уже просто звучал. И очень удивил меня тем, как это можно делать. Ну что, готовы? Песню на стихи Даниила Хармса. Нас много, меня много связывает с Латвией. Когда мы поехали на гастроли в Латвию, мы решили... — Это неудивительно, по-моему. — Да, по мне заметно. Мы решили сделать одну латышскую песню. На латышском языке сделали. Латыши были в восторге, всё. Приехали в Питер, и мы поняли эту песню в Питере. По-латышски петь бессмысленно. Дима сказал, давайте найдём какие-нибудь стихи. Нашли стихи Даниила Хармса. Нашлись, да, стихи. Нашлись стихи. Стихи Даниила Хармса, великого энинградского поэта. Ну, я так, для тех, кто, может быть, припоздал к эфиру, почему связывает Алексея много с Латвией. У него супруга просто латвийка. Поэтому тут никаких нет казусов Кукотского. Ну что, как всегда, «Живой звук». Программа «Живые» здесь сегодня от АВАЁ. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шубе шапки в душе грейки, дворник трубочку курил. И усевшись на скамейке, дворник с гею гопорил. Вир-вир-вир-вир, бом-бом-бом, ай-тр-р-р-р-р-р-р-р-р. Сосарил лазар, 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 джемной руд, р-р-р-р-р-р-р-р. Ты летаешь, и летаешь, ничего так не поймёшь. Подметаешь, разметаешь, только без луку метёшь. Так чему ж я говорю? Сяду я да покорю, риласа-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Расасарил лазар, лазар, джемной род, рал-ла-ла. Расасарил лазар, лазар, джемной род, рал-ла-ла. Расасарил лазар, джемной род, рал-ла-ла-ла. Это вроде снежной бабки или просто Дед Мороз. Ну-ка, то его по шапке, да схвати его за нос. Расасарил лазар, джемной род, рал-ла-ла. Оно как зарычит, как ногами застучит. Так как случится скамейки, да по-русски закричит. Расасарил лазар, джемной род, рал-ла-ла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Оно без этого не обошлось. Ребятки, у нас совсем мало остается времени. Ну, видимо, на одну только песню. Больше не поместим. Но при этом, при всем, естественно, надо бы еще нам о чем-то с вами поболтать. И всегда интересно, с хорошими, интересными людьми поговорить о чем-нибудь. Вот скажите мне, пожалуйста, только честно, вот как оно есть. Вы же наверняка, помимо того, что играете музыку, еще... Микрофон уйди, пожалуйста. Пока ты будешь идти к микрофону, я буду вопрос задавать. А помимо того, что вы играете музыку, вы еще где-то работаете, правильно? Ведь надо же на что-то жить. Чем снимаются музыканты, играющие вот такую роскошь? Наверное, самая смешная история у меня. Потому что я дипломированный бухгалтер. Я закончил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Буквально несколько дней назад. Представляете, у нас был фестиваль, посвященный Дню Святого Патрика. И я хожу по залу и смотрю, какой-то парень такой, вот такая бородища вообще. Банда, ну какой-то такой дурацкий вид, короче. Вот прикольный парень. И он ко мне подходит и говорит, ну что, Алексей, стоило учиться на бухгалтера 5 лет, чтобы потом здесь на волынке зажигать. Я такой, ну что ты начал... Гриша, ты... Выяснилось, одногруппника встретил. Понимаете? Одногруппник. Ну он тоже там какой-то что-то, у него эзотерик какая-то. В общем, да, я работаю... Ну тоже не бухгалтер. Уже он больше уже не бухгалтер. Я парт-тайм, это как там называется, совместитель. Я 4 часа в день работаю. У меня сегодня вот, благодаря моей организации, меня всегда отпустили, чтобы я сыграл здесь у вас концерт. А все остальные, кто как? У Тимура куча проектов, он записывает студийные какие-то свои... Как звукорежиссер, я так понимаю, да? Ну, скажи сам. Тимур, ну что значит записывает? Ну просто интересно. Нет, не как звукорежиссер, я создаю свои проекты, пишем клипы, делаем музыку, делаем программы. В общем, с некоторых пор, кроме как музыкой, я ничем не занимаюсь. То есть играю в других проектах тоже, в том числе из-за них. В том числе. Понятно. Юля, чем еще занимается? Я так понимаю, что профессиональный музыкант просто потому, что обычно те, кто играют на Смычковых, это люди имеют образование. Чем жить приходится? Ну вот, я работаю иллюстратором в музыкальной школе. Так. Это как концертмейстер, только наоборот. Вот, пианисты обычно бывают концертмейстерами, они подыгрывают солистам. А я, наоборот, играю соло для пианистов. О, на ногах. Вот, а также я участвую, я играю в квартете, я играю с Дмитрием Максимачевым и большим стереофоническим оркестром. Неплохо. Вот. Неплохо. А давно ли? Да, давно. Подожди, ну в таком случае мы должны были пересекаться. Да, мы у вас участвовали в передаче. Прости. Ну, Максимачеву-то я, конечно... Просто Семен думал, что это еще одна Юлия Усова, вот и все. Да, да, да. Прости, что не вспомнил сразу. Дальше пойдем. Чем занимается гитарист вашего коллектива, человек, который стоит и поет басом, как я понимаю, Алексей? Я играю на гитаре большей частью, конечно, иногда на бас-гитаре. А еще я люблю заниматься с деревом, могу сделать табуретку. Ну, вот гитару сделал, например, потому как потребовалось. Подожди секундочку, это самодельная? Давайте вкратце только, прошу вас, потому что время мало. Да, самодельная? Спасибо, до свидания. Очень здоровый человек. Человек просил их кратко. Да, пожалуйста. Теперь те, кто видит картинку, могут понять, насколько золотые руки у этого замечательного гитариста гитарореза. Он сделал эту гитару сам. Он поэтому и кольцо носит серебряное, иначе золото бы просто сливалось. Понимаете, не было заметно, что он... Что гитара прекрасная, золотая, да. Я понимаю. Не знаю, я вот не могу ничем похвастаться. Я тоже занимаюсь, в общем-то, только музыкой. Ну, помимо вот этого коллектива, я в казачьем хоре пою. Так. И там зарабатываешь уже, наконец? Ну, скорее здесь зарабатываю, а там для души. Ага. Понятно. Казачий хор питерский, что ли? Да, да. Там много всяческих ансамблей, казачьих в том числе. Но остался Петр, если можно... Есть где отвезти душ. Чем занимается Петр еще? Я тоже здесь. Только. Он только, да. Только. То есть, в принципе, концертная деятельность коллектива Таваю дает возможность уже вполне себе, нормально себя чувствовать. Экономно живем. Ну, экономно, неэкономно, но уже можно. Затянув пояса, мы все-таки худо-бедно, да. Нельзя сказать, что купаемся в роскоши, но на новые инструменты можем все заработать. И, в принципе, как-то худо-бедно сейчас все это сдвинулось. Вот это, кстати, сказать и беда, мне кажется, России, к сожалению, где свое собственное народное творчество почему-то осталось забытым или полузабытым. Я всякий раз привожу этот пример, какая-то, не помню ее фамилию, надо, наверное, уже влезть в интернет, выучить ее фамилию. Это американская кантри-певица, но кантри в любом случае это фолк. Американский фолк, да, она зарабатывает в год порядка 65 миллионов долларов. Просто потому, что она поет народную музыку, где, собственно говоря, все, что касается кантри, соединено в одно. И американцы, любящие свою культуру, обожают эту музыку и слушают ее с удовольствием. Коллективы, которые делают свою музыку, родную, российскую, пускай, может быть, не в классическом виде, а вот так, как вы, это даже, мне кажется, интереснее, почему-то в России до сих пор не настолько популярны. А это время, я думаю, придет рано или поздно, и при нашей жизни. Да, может быть, оно и придет, но я хотел по поводу денег. Большие деньги, они, в общем, как правило, портят людей, особенно в России. Ну, я думаю, что каждый из нас хотел бы быть немножко попорченным, ну, чуть-чуть. Ну, хотя бы чуть-чуть, да. Капелечку бы попортили бы нас. Денег не должно быть много, их должно быть достаточно. Их должно быть достаточно, умница. Вот это правильно. Я повторяю эту фразу. Нам пока что достаточно, и, собственно, вот этим, так сказать, капиталистическим, ну, в общем, разговором про деньги. Мы закончим разговор и сыграем как раз песню на эту тему. То есть я опять попал в тему, что ли, выходит. Ребятки, ну, нам надо с вами уже попрощаться, к сожалению, это финальная ваша песня будет. Спасибо вам огромное, вы прекрасны. Никаких других слов я говорить не хочу. А ТАВАЙО – это группа, которая наверняка должна уже взорвать стадионы во всей России, матушки. Потому что иначе быть не должно. Хороших вам выходных, будьте здоровы. Всем пока. Погнали. Не то, Базилео. А мне это нравится. Я знаю. Он всегда так делает. Любимая песня профессора Преображенского. Эх, яблочко, куда ж ты кутишься? Ко мне в рот попадешь, не воротишься. Ко мне в рот попадешь, не воротишься. Эх, яблочко, да на заваленке Продает офицер старые валенки. Эх, яблочко, катись по бережку. Раскупил товар, давай денежку. Спекулянт, спекулянт, спекулирует. А народная власть реквизирует. А народная власть реквизирует. Эх, яблочко, да на тарелочке Кому водку пить, а кому девочек? Ах, яблочко, да соку спелого Полюбила я парня смелого Эх, яблочко, да цвета красного Пойду за сокола, пойду за ясаного Пойду за сокола, пойду за ясаного А не за Ленина, да не за Троцкого А за кого же? А за матросика краснофлотского Пойду за матросика краснофлотского Эх, яблочко, да на тарелочке Эх, яблочко, да с голубикою Подходи, буржуй, глазик выколю Эх, яблочко, да не докотиться А буржуйская власть не воротится Эх, яблочко, да окородное Прижимай кулаков, всё народное Яблочко, да ты хрустальная А квартира у нас коммунальная Субтитры создавал DimaTorzok